Книга «Открытым оком», вопрос 1842, тема «Жития». «Святые во всем доверяли Богу, и что бы Он не послал, что было им попущено, они все принимали с радостью. Им природа, весь живой мир и стихии повиновались. Разве это нам не пример?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мы просто мало читали о святых. Они часто сопротивлялись и стихиям, и Божьей твари, и применяли чисто человеческие средства для украшения зверей. Иисуса Новина 10, 12. «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог, а Мария в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых, и сказал предизраильтянами, «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Айолонскою!» Во всем у них было доверие Богу, но и сами не спали, когда можно было вмешаться в протекающее». Антоний Великий. Память 17 января. Первоначально сюда стали приходить на водопой звери, которые топтали и пожирали овощи. Однажды, когда они по обыкновению собрались сюда, преподобный взял одного из них и, ударив его слегка прутом, сказал всем им, «Зачем вы причиняете мне вред, сами не видя от меня никакого притеснения? Именем Господним приказываю вам, ступайте от меня прочь и не подходите сюда». И с того времени звери, послушные запрещению, уже не приходили больше. Ануфрий Великий. Память 12 июня. «После всего я начал молиться к Богу, прося Его дозволить мне обитать на том месте. Я хотел уже войти в пещеру, но тотчас пред моими глазами пещера разрушилась, «Финиковая пальма, питавшая святого, исторглась из корня своего, и источник живой воды высох. Видев все это, я понял, что Богу неблагоугодно было, дабы я жил здесь». В скобочках. «Если бы не хотел здесь остаться, то оазис так и сохраниться мог». Иоанн. Память 23 февраля. Нашедший на берегу реки один холм, открытый со всех сторон для ветра и лишенный всякой растительности, он, не имея никакого жилища, провел в нем в подвигах 25 лет. В течение всего этого времени он питался только хлебом и солью, а одежду носил из овечьей шерсти, причем все тело его было покрыто тяжелыми железными веригами. Отягченный последними и постоянно палимой жгучими лучами солнца, он никогда не входил под тень и никогда не искал прохлады. Однажды кто-то из обычных посетителей преподобного посадил у тропинки, ведущей к месту его пребывания миндальное дерево. Но когда дерево выросло и стало бросать на него тень, то он приказал срубить его для того, чтобы нигде не было для него прохлады. Среди таких подвигов преподобный отошел ко Господу. Вовремя окончить посевную, в назначенные сроки ждать полив, дары полей до холодов связуя, и скоропортящиеся все пересолить. Раздумаюсь о жизни мной прожитой, как вовремя сподобился родиться, на труд сообразил, весной добыто жито, семья сумела к сроку отроиться. А если бы родился при царях, когда Евангелие не было доступным, таланты благовестия истратились бы зря, скотомогильник населил бы трупом. Родись при инквизиторах России коммунистическим быдлом, но чуть пораньше, меня репрессии бы вовремя скосили, и не засеял бы я нынешнюю пашню. До этой знаменитой перестройки, до гласности, дошедшей до упора, книг не издал бы, сгинул на помойках, а так как раз и вовремя, и впору. Такой свободы, как теперь у нас, в России редко счастье выпадало. Крапит из облака, так благостно сейчас, паши и сей, и радуйся усталый. Свой опыт, знания успел я передать, неописуемо, как вовремя раскрылся. Под звездопадом тихая страда. Сестер и братьев радостные лица. Что есть незавершенное в заначке, откорректировать не вопреки писанию. Сгодится вовремя, как много это значит, сверяясь со вселенскими часами. Мне бог подкладывал любимое в обед, по вкусу моему на завтрак и на ужин. Не замечаю выпавших мне бед, считаю, что осёл всем оказался нужен. 3 сентября 2003 год, Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok